Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Николай Пашинян посетил открытие швейной фабрики в Гюмри, основанную швейцарско-армянским бизнесменом Вартаном Сармакешем. Зограб Минацаканя встретился заместителем госсекретаря США. Демонстрации во Франции продолжаются. В Алеппо завершили модернизацию водоочистной станции. Стены тысячелетнего храма вообще не взорваны. Экономический кризис или же упадок. Армянский альпинист, покоривший Эверест, готовится к новым достижениям. При участии Никола Пашиняна в Гюмри была открыта текстильная фабрика Сакс Секст. Фабрика была основана основателем Франк Мюллера, швейцарско-армянским бизнесменом и филантропом Вартаном Сармакешем и Кристианом Геледжи. В течение последней недели я присутствую на открытии уже второго завода. Они открылись благодаря инвестициям армян-диаспоры, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, добавив, что на первом этапе будет процесс переподготовки сотрудников, после чего они перейдут к полноценной работе. Это на все 100% соответствует нашим представлениям об экономической революции, когда люди, не имеющие связи с правительством, берут на себя ответственность и делают свой шаг. Делая это, они требуют от правительства, чтобы оно создало более благоприятные условия для развития. Спасибо всем тем, кто реагирует на наши призывы. Становитесь богаче и обогащайтесь сами, отметил Пашинян. В ходе рабочего визита в Милан, исполняющий обязанности главы МИД Армении Зограб Манацаканян провел встречу с заместителем госсекретаря США Уэсом Митчеллом. Как сообщает пресс-служба МИД, стороны коснулись ряда вопросов повестки двусторонних отношений, подчеркнув готовность активизировать политический диалог. Собеседники обменялись мнениями об углублении торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув важность работы межправительственной комиссии. Зограб Манацаканян коснулся последних политических процессов в Армении. Исполняющий обязанности главы МИД отметил, что в числе приоритетов правительства развитие страны, одним из направлений которого является развитие сферы IT, креативного образования, коснувшись также процесса урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Зограб Манацаканян подтвердил готовность Армении к достижению урегулирования мирным путем в рамках минской группы ОБСЕ. Собеседники обменялись мнениями по ряду представляющих взаимный интерес международным и региональным вопросам. Радикалы пытаются свергнуть правительство Франции с помощью желтых жилетов. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Бенджамин Гриво. В интервью опубликован в Le Parisien. Комментируя акцию протеста 8 декабря недалеко от Елисейского дворца, Гриво сказал «Политизированные и радикальные элементы пытаются использовать движение. Они хотят свергнуть правительство». Официальный представитель правительства выразил обеспокоенность по поводу возможности того, что может быть роздано огнестрельное оружие во время демонстрации. Гриво посоветовал не посещать субботние акции протеста в Париже. И сегодня также там проходит акция протеста старшеклассников, в которой участвует несколько сотен молодых людей. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением о ситуации в стране на следующей неделе. Об этом заявил председатель национального собрания Франции Ричард Фарнер 7 декабря. По словам премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа, около 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы в субботу во Франции, в том числе 8 тысяч в Париже, для поддерживания порядка во время митингов желтых жилетов. Работы по модернизации водоисточной станции, обеспечивающей пресной водой сирийский город Алеппо, завершены. Как передает Армен Пресс, со ссылкой на Рея новости об этом сообщил журналистом начальник станции Кефахла Бади. Боевики, которые хозяйничали здесь несколько лет, разрушили инфраструктуру. За последний год мы практически заново остроили несколько важных зданий водоочистной станции в Алеппо и завершили модернизацию, отметил Лабади. Водоисточная станция снабжает весь город чистой питьевой водой. Каждый день через очистные сооружения проходит около 450 тысяч кубометров воды, которая поступает из реки Ефрат. Стены храма Айазин, история которого насчитывает тысячи лет, были взорваны в Афьоне, сообщает Хуриет. В результате взрыва некоторые входы в монастырский комплекс были закрыты. Профессор Уит Эмра Кур, заведующая кафедрой археологии в Афинском университете, отметила, что в результате этой работы стены были взорваны взрывчаткой. Взрывы повредили некоторые сооружения. Директор музея Афьон Мевлюд Уэдес отметил, что они предпринимают шаги по сохранению исторических сооружений. Даже с помощью дронов мы контролируем территорию в одночасье. Мэр Ихсани в свою очередь отметил, что здесь есть очень важные церкви, королевские кладбища. Несмотря на все предпринятые шаги, на территории Айазинской церкви и других исторических сооружений происходят инциденты. Профессор Фуат Эрджиан считает, что назревший экономический кризис в Турции ведет к экономическому спаду, сообщает газета Karinsa.com. Профессор Фуат Эрджиан говорит о продолжающемся экономическом кризисе в Турции. Сказал, что извне кризиса нет, поэтому министры сосредоточились на экономическом или политическом кризисе. Если мы посмотрим глубже, этот кризис очень глубокий и ощущается почти во всех сферах, отметил он. Нынешний кризис в Турции, который влияет на его влияние во всех областях, характеризует профессора Эрджиан как крах. По его словам, механизмы предотвращения кризиса показали, что во власть государства уменьшилась. Политическая власть несет ответственность за кризисы в производстве. Из-за неправильных шагов политическая власть находится под новым давлением, отметил он. Альпинист-бегун Араха Чатурян родился в Ливане. Когда началась гражданская война, семья решила переехать во Францию. Араха Чатурян в интервью Армен Пресс рассказывает, что поселился в Марселе. Спустя годы Ара начинает заниматься ювелирным делом, что вскоре становится его основным видом деятельности. Когда мне было 40 лет, однажды мои близкие друзья из Ливана пригласили меня принять участие в марафонском беге. Мне понравилось предложение, и я начал усердно работать. Некоторое время спустя, когда я был во Франции, я получил предложение участвовать в другом турнире. Чтобы продолжить тренировки, я решил подняться на гору Монблан, высота которой достигла 4810 метров. Когда я наслаждался рассветом, я был очень впечатлен и очень воодушевлен. Это был стимул продолжать восхождение, говорит Араха Чатурян. Позже он поднялся на гору Килиманджара Арарат, которая, по словам Ары, была очень трогательной. Восхождение на Эверест был трудным, и большинство участников группы отказались продолжать на середине пути. Последний день оказался самым впечатляющим. Мы достигли пика 8848 метров с утра. Это было очень трогательно, отметил он. Во время восхождения на Эверест Араха Чатурян пишет письмо президенту Турции с призывом взглянуть в лицо истории и признать геноцид против армян. Ара организовал новую инициативу «Бег мира» из Марселя в Ереван. Бег начался в апреле этого года в Марселе и закончился в июле в Ереване. За время марафона он пробежал по дорогам восьми стран, 150 городов и преодолел 5000 километров. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Ван Азгадан Кангетки и Павел Кангетки. Павел Кангетки и Павел Кангетки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok